Мамы бывают разные. Бывают человеческие, а бывают мамы из животного мира. И они тоже предлагают все усилия, чтобы родить и воспитать своих малышей. И некоторые папы от них тоже не отстают. Кто-то прячет свое потомство во рту, или рожает детенышей длиной 2 метра, или годами вынашивает свое потомство. Вот 8 самых необычных родов в мире животных. Акула-молот Новейшие генетические тесты позволили американским ихтеологам подтвердить кажущийся невероятным факт – акулы способны рожать детей без самцов. Само событие произошло довольно давно, более 5 лет назад. 14 декабря 2001 года сотрудники океанариума, расположенного в зоопарке Генри Дурли, штат Небраска, США, обнаружили, что в аквариуме, где жили три самки, малоголовые акулы-молота, родилась четвертая. Долго ученые ломали свои головы по поводу того, кто стал отцом. Наконец, технологии достигли такого уровня, что сотрудники Института океанологии Пью смогли разобраться в произошедшем на генетическом уровне. Они провели ряд ДНК-тестов и выяснили, в первую очередь, какая из трех самок стала матерью. Но главный результат теста показал – отца у детеныша не было вовсе. Акула размножилась при помощи партиногенеза. Это означает, что эмбрион развивается из неоплодотворенного яйца. Иногда это является вопросом выживания, позволяя самкам производить потомство, если мужских особей мало или вовсе нет. А бывает, что партиногенез может быть вызван внешними причинами, такими как инфекционное заболевание. И хотя весь генетический материал перешел к детенышу от матери, число хромосом осталось таким же – обычно половина хромосом от матери, половина от отца. Ящерицы Комодские вараны, напоминающие мини-динозавров, удивительно пугающие существа. Добавьте к грозной внешности комодских драконов способность воспроизводить потомство партиногенетически, и они становятся одними из самых необычных животных в мире. Партиногенез у драконов комода предположительно является следствием их удаленной среды обитания, где мужские особи не всегда находятся рядом. Юные дракончики, вылупившиеся из яиц, получают весь необходимый генетический материал от своей матери. При этом рождаться с помощью непорочного зачатия могут как самцы, так и самки. Ну а на первом месте в рейтинге животных, способных к непорочному зачатию, находятся ящерицы рода Кнемидофорус неамексиканус. Их родина – Нью-Мексико. Этот вид является полностью женским и полностью партиногенетическим. Самцы для размножения совершенно не нужны, и они погибают сразу после рождения. Интересный факт. Теория, касающаяся этих странных ящериц, гласит, что для стимулирования овуляции самкам нужна имитация секса с другими самками. Из-за этого ящериц прозвали «лесбийскими ящерицами». В каждом брачном сезоне роли у сексуальных партнеров меняются, то есть ящерица, которая выполняла в прошлом роль мужчины, может в новой брачной игре отыгрывать женскую роль, и наоборот. Цихлиды озера Таньганьика По всему миру известно, что цихлиды активно охраняют и заботятся о своем потомстве. Много цихлид прячет свою икру в огромных уголках, таких как ракушки, пещерки и даже внутри своего рта, но туда уже точно хищник не доберется. Большинство цихлид-таньганьики именно так и поступают. Они вынашивают во рту облаготворенную икру в течение инкубационного периода, пока не вылуплятся мальки, и даже уже полностью развитых мальков. Среди некоторых видов цихлид-таньганьики, даже плавающие возле матери мальки, молниеносно собираются в ее рот при малейшей опасности, если они напуганы или просто на ночь, чтобы отдохнуть. Цихлиды, вынашивающие потомство во рту, принято разделять на две группы. Первая вынашивает во рту только икру, до момента, когда из нее выклевываются мальки. Вторая группа вынашивает потомство во рту до того времени, пока мальки не подрастут достаточно, чтобы выжить самим. Большинство цихлид-таньганьики относятся к первой группе, но есть и исключения. У различных видов цихлид-таньганьики разнятся и пути облодотворения икры. Один из самых распространенных способов откладывания икры в субстрат, где они оплодотворяются самцом, а после самка собирает их в рот и начинает вынашивать. Другие виды цихлид ждут, пока мать не соберет всю икру в рот, и самец оплодотворяет икру во рту у самки. Желтобрюхий трехпалый сцинк Желтобрюхий трехпалый сцинк – это небольшая ящерица, обитающая в Восточной Австралии, часть потомства которой вылупляется из яиц, а часть рождается уже без скорлупы. Это яркий пример эволюции, а точнее эволюционного перехода, который происходит на наших глазах. Трехпалые сцинки являются одним из немногих видов, способных к бемодальному размножению. Некоторые популяции откладывают яйца, а другие рожают детенышей. Но это единственный вид, у которого в одном и том же помете могут быть и яйца, и детеныши. То есть данный сцинк может использовать факультативную кладку яйца. То, в каком виде рождается потомство, может зависеть от условий окружающей среды или других факторов. Существует эволюционная гипотеза, называемая гипотезой холодного климата, согласно которой в более холодном климате живорождение предпочтительнее, говорит специалист по этому виду ящериц Джейн Уитингтон. Однако в биологии этих ящериц многое остается загадкой. Утконос Утконос – удивительное животное, строение которого имеет много признаков, напоминающих присмыкающихся. Например, температура утконоса, так же как и у присмыкающихся, очень низкая, около 27 градусов. Также у них сохранилась клоака, в которую идет отверстие из кишечного тракта. Еще одна особенность, которая напоминает присмыкающихся животных – это отсутствие матки. Потомство утконосы выводят с помощью яиц, размерами с лесной орех, покрытые мягкой кожистой оболочкой. Яйца откладывают и высиживают в гнездах, подобно тому, как это делают птицы. Далее идет еще одна особенность, которая напоминает млекопитающее животное, в принципе к которому утконосы относятся. Она заключается в том, что вылупившиеся детеныши, так же как и все детеныши млекопитающих, выкармливаются молоком матери. Но опять же, на теле утконосов нет сосков, поэтому молочные железы находятся на животе в специальных ямках или углублениях кожи. Молоко детеныши просто слизывают с живота. На данный момент утконосы, которые находятся на грани вымирания, занесены в Красную книгу. Тасманский дьявол Тасманский дьявол – сумчатый хищник, который в диком виде встречается только на острове Тасмания. Его еще называют сумчатый тигр. Он и представлял собой нечто среднее между волком и тигром. Спариваются тасманские дьяволы в марте-апреле. Период беременности у тасманского дьявола продолжается около трех недель. В помете насчитывается около 30 крох, размеры которых сопоставимы с плодом вишни. Практически сразу же они устремляются в материнскую сумку, держась за мех и переползая вовнутрь. Детеныши рождаются не только микроскопическими, но незрячими и голыми. Только в трехмесячном возрасте они прозревают и обзаводятся черной шубкой. А ближе к четырем месяцам отроду начинают выползать из сумки. Тогда их вес достигает 200 граммов. До восьмимесячного возраста мать подчует малышей грудным молоком, потом они переключаются на взрослый рацион. В декабре молодняк обретает полную самостоятельность, уходя во взрослую и независимую жизнь. Нужно отметить, что продолжительность дьявольской жизни составляет около 7 или 8 лет. Интересный факт. Ученые выяснили, что в последнее время сумчатые дьяволы стали размножаться круглогодично. Видимо, так животные стараются пополнить свои немногочисленные ряды. Синий кит Продолжительность беременности у этих величавых животных составляет 11 месяцев. Роды самок бывают каждые два года. Самки синих китов приносят потомство зимой. В это время они специально уплывают в теплые воды. Маленькие киты имеют вес 3 тонны, а их длина составляет 8 метров. Каждый день им требуется около 500 литров молока. С матерью детеныши остаются на протяжении 7 месяцев. За это время они увеличиваются в весе до 20 тонн, а в длину достигают 16 метров. В отличие от общительных кашалотов, синие киты живут случайными группами из 4-10 особей, состав которых часто меняется. Однако между матерью и китенком устанавливается более прочная и продолжительная связь. Обычно самки синего кита рождают одного детеныша, который появляется на свет хвостом вперед. Короткая пуповина от натяжения обрывается, и китенок инстинктивно всплывает на поверхность, чтобы сделать первый вдох. Мать помогает ему, подталкивая мордой или плавником. Для малыша первые секунды жизни решающие. Пока он не заполнит легкие воздухом, его тело тяжелее воды, и он может утонуть. Площеносная акула Этот редкий вид встречается на внешнем крае континентального шельфа и в верхней части материкового склона на глубине до 1570 метров. Происхождением из мелового периода эта плащеносная хищница не изменилась за долгое время существования и практически не эволюционировала. Поэтому из-за наличия примитивных черт акулу называют живым ископаемым. Свое название плащеносная акула получила за кожные складки около головы, которых по шесть с каждой стороны. Они образовывались жаберными волокнами, которые и прикрывают жабры. Акула способна прикрыть свои жабры, чтобы создать внутри пасти давление, которое помогает заглатывать пищу. Средняя длина этих акул – около полутора метров. Самый большой экземпляр, который известен науке, достигал длину двух метров. Беременность плащеносной акулы длится 3,5 года. Это самая длинная беременность среди всех известных науке позвоночных. За один месяц эмбрион растет в среднем по 1-1,5 см. В три месяца у эмбриона полностью сформирована челюсть, плавники и внешние жабры, но он пробудет в утробе матери еще более трех лет. Новорожденный длиной около 50 см. Плащеносная акула приводит в среднем 10-15 детенышей. На этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Завтра выходит новое видео. Не пропустите. Будьте здоровы!